Переехал и не знаешь, где твой избирательный участок. Не переехал и знаешь, что не сможешь попасть на выборы вовремя и по нужному адресу. Не беда. Участок на предстоящих губернаторских выборах можно будет сменить буквально с телефона. Об этом и не только. Говорим здесь и сейчас с председателем областной избирательной комиссии Вадимом Минаевым. Вадим Александрович, добро пожаловать в прямой эфир. Здравствуйте. Мы принимаем вопросы от зрителей. Номер студии на вашем экране. Звоните, не стесняйтесь. Ну и так, до грядущего единого дня голосования в сентябре, ну что-то там... Меньше двух месяцев. Да, меньше двух месяцев. Область выбирает губернатора, но не только. О других компаниях в принципе не говорят, потому что это все-таки компании на местах, их видимо не очень много. И или все-таки в зависимости от масштаба эти компании там, в глубинке, в городе, в округе, в районе, на селе довольно заметны. В единый день голосования в области пройдет, кроме досрочных выборов губернатора Владимирской области, еще 35 компаний. 18 основных, 17 дополнительных. То, что касается значимости и незначимости, я всегда говорю о том, что незначимых компаний не существует. И даже дополнительные выборы на каком-то небольшом округе, это очень значимые события для жителей данного округа, для избирателей данного округа. Поэтому все компании, они интересны, все компании требуют пристального внимания. И не всегда можно угадать, где наиболее интересен будет избирательный процесс. Ну вот если географически говорить о ближайших компаниях, кто из соседей Владимира будет выбирать главу депутата? Главные выбирают. Депутаты выбирают в сельских поселениях Суздальского района, в городе Александрове пройдут выборы Совета народных депутатов. Масштабные компании пройдут в Судогодском районе, там тоже выбирают все депутаты. В Гусь-Хрустальном районе, то есть география достаточно широкая. 15 территориальных избирательных комиссий из 23 у нас являются организующими выборы. Принято считать, что летние компании, а все-таки лето на дворе и выборы в начале осени, довольно скучные. И в принципе сложно вести агитационную работу, потому что население занято другими вещами, огородом, отдыхом, оздоровлением детей, уж никак не политикой. С учетом того, что я достаточно давно занимаюсь выборами, у меня такое легкое дежавю, потому что я помню, когда выборы были в марте, тоже говорили о том, что зимние компании очень скучные, они очень интересные, потому что начинались они буквально накануне Нового года. Продолжались они на 23 февраля, на финишную черту выходили чуть не под 8 марта, поэтому здесь, мне кажется, все-таки зависит не от времени года. У каждого времени года есть свои плюсы, есть свои минусы, будет все зависеть от того, насколько активно будут себя вести кандидаты. Об особенностях этого голосования предлагаю поговорить, оно будет трехдневным. С чем связано вот такое увеличение работы и, в общем-то, можно сказать, агитаторов и комиссий территориальных и наблюдателей, всех, кто занят? Я попытался недавно сформулировать в двух словах основные принципы, исходя из которых мы принимали данные решения, но вот получилось, да, действительно, два слова. Первое – это удобство. За последние два года, а уже третий год мы будем голосовать, за последние два года ни от одного избирателя я не слышал претензий по поводу удобства. Это действительно удобно. Да, у нас есть дискуссия с нашими коллегами из политических партий, но для избирателя это удобно. И второй принципиальный момент – это безопасность. Вот если даже последние новости посмотреть, в крупных городах снова рекомендуют носить маски. У нас количество заболевших, пускай немного, но оно увеличивается. Поэтому мы должны сделать все возможное для того, чтобы обезопасить избирательный процесс. Но на момент принятия решения о трехдневном голосовании новых прогнозов о пандемии не было, и, в общем, настроение было скорее позитивное. То есть пандемия здесь не главный фактор. Знаете, у нас народ всегда и во все времена, будь то в Царской России, будь то в Советском Союзе и в нынешние времена, очень хорошо разбирается в двух проблемах – это образование и здравоохранение. Я разбираюсь только в одной проблематике – учитель по специальности. Поэтому прежде чем какие-то решения принимать, мы советовались со специалистами. И позиция санитарных врачей даже в тот период была достаточно жесткой, что вирус никуда не ушел, он остается. И осень, начало осени – это период, когда люди возвращаются из отпусков, когда они имеют достаточно многочисленные контакты. И в результате этих контактов они привозят все это в свои дома, в свои коллективы. И осенью вполне можно ожидать, и впоследствии эти прогнозы подтверждались, вполне можно ожидать всплеска заболеваемости. А это значит, что все как в последние два года – маски, перчатки и термометрия? Мы будем исходить из рекомендаций специалистов, потому что все-таки давайте смотреть сейчас, несмотря на то, что есть подъем заболеваемости. Но, как говорят, эти штаммы все-таки менее опасные. При этом не будем забывать о том, что вот это количество вакцинированных у нас неуклонно уменьшается. Мы почувствовали некое облегчение, мы почувствовали некую свободу. Поэтому здесь очень много будет факторов, и мы будем исходить из тех рекомендаций, которые нам дадут специалисты. А они поступят накануне? Ну, то есть, в смысле, не то чтобы за день, но ближе к делу? Для того, чтобы за день, да, они поступят ближе к самой процедуре голосования. А тогда главное – успеть все это купить. Ведь в 2020 году многие столкнулись с проблемой дефицита детсредств. В 2020 году это все было очень неожиданно. И тогда, в 2020 году, вы помните, экономика, она перестраивалась. Медленно, но неуклонно она перестроилась. И даже когда в прошлом году мы закупали средства индивидуальной защиты, практически основную массу номенклатуры мы закупали в наших отечественных производителей, владимирских. Поэтому здесь я не думаю, что это будет проблема. Раз вы вспомнили про экономику, как кризис, так бумага. Бумаги хватит, она будет белой? Будет белой. Сейчас есть пять участников предвыборной гонки, губернаторской. Практически все – это лидеры региональных партий. Не могу только вспомнить, как там у партии роста, лидер или нет. Но это теперь традиция или это даже правило? Это решение партии. Самовыдвиженцев в этом числе быть не могло. В соседней Ярославской области среди лидеров есть один самовыдвиженец. Все зависит от регионального законодательства. У нас избирательный кодекс не предполагает процедуру выдвижения в порядке самовыдвижения на выборы губернатора. По каким-либо причинам сейчас на протяжении от дня сегодняшнего и до первого или третьего дня выборов количество кандидатов может сократиться? С вчерашнего дня мы приступили ко второму этапу кампании. С 17 по 18.00 27 июля мы ждем комплекта документов от кандидатов на регистрацию. Это пресловутый муниципальный фильтр, листы поддержки кандидатов. Это тройка Совета Федерации. Это первый финансовый отчет и уведомление письменное о том, что кандидат не имеет финансовых активов в зарубежных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. В случае непредставления какого-то документа у избирательной комиссии вполне могут возникнуть основания для того, чтобы рассмотреть вопрос о отказе в регистрацию. Но мы все-таки надеемся на то, что нам не придется принимать таких решений. Эти документы придется проверять, а это время? Да, конечно. 10 дней избирательная комиссия отводится для того, чтобы проверить поступившие документы. Мы всегда старались укладываться в эти сроки. И наши коллеги, которые проводят эти проверки, ни разу нас не подводили. И плюс вариант добровольного ухода с гонки. Такого на ваших памяти... Не хотелось бы в пессимизм. Все-таки мы исходим из того, что чем больше кандидатов в бюллетене, чем больше выбор у избирателей, тем это интереснее. Два заголовка об одном и том же. На выборах во Владимирской области организуют стопроцентное видеонаблюдение. Это заголовок в одном из местных СМИ. Если меня память не изменяет, это Владимирские ведомости. В другом такой же, но с цифрой 70. Опять же, если меня память не изменяет, это про Владимир. И кажется, никто не ошибся. Но как-то странно. Как так получилось? Дело в том, что первые опыты в организации видеонаблюдения на избирательных участках... Я боюсь отвечать за всю страну, но в Центральном федеральном округе мы были одни из первых, кто 10 лет назад, 12 лет назад, в 2010 году, на выборах во Владимире и в Коврове попытались организовать видеонаблюдение с трансляцией в интернет с четырех избирательных участков. И у нас это получилось. С 2014 года видеофиксация, то есть размещение ноутбуков, регистраторов на избирательных участках у нас стало нормой. Сейчас мы планируем разместить на 452 избирательных участках видеокамеры, которые будут транслировать контент в штаб общественного наблюдения. Этот контент могут получить все зарегистрированные кандидаты, политические партии, которые выдвинули кандидатов, общественные палаты, уполномоченные по правам человека, избирательные комиссии. На этих 452 участках голосует 70% избирателей Владимирской области. На всех остальных участках, это участки, на которых зарегистрировано от 80 до 500-600 избирателей. Это участки, в первую очередь, в сельской местности. Там просто нецелесообразно размещать данные видеокамеры, потому что все-таки есть вопрос экономики. Но, тем не менее, там также будет организована процедура видеофиксации с хранением в течение трех месяцев видеозаписей с этих участков. То есть, совместно с коллегами из общественной палаты, с которыми мы реализуем этот проект, мы считаем, что мы сумеем обеспечить полную прозрачность данной компании. Напрямую в интернете с любого сайта любой пользователь сможет посмотреть? Нет. Очень много дискуссий было в прошлом году, когда Центральная избирательная комиссия приняла такое решение. Но, опять-таки, цифра. 70% запросов при проведении выборов предыдущих шло почему-то не с российских, а с зарубежных ресурсов. Если мы вспомним 2018 год, выборы президента Российской Федерации, то у меня утро началось с рассмотрения жалобы по поводу якобы вброса на одном из избирательных участков. Когда сравнили фотографии, оказалось, что тот материал, который был выложен на YouTube даже накануне дня голосования, не имеет никакого отношения к реальному избирательному участку. Технологии шагнули далеко, поэтому для того, чтобы обезопасить процесс, было принято такое решение. Кроме того, давайте не будем забывать о том, что и в режиме офлайн каждый человек не может прийти и сказать, я буду наблюдать. Наблюдатель может назначить точно так же кандидат зарегистрированный, избирательное объединение, которое выдано зарегистрированного кандидата, общественная палата. Здесь принцип тот же самый. При этом ограничений нет никаких, и та видеостена, которую монтировали и будем монтировать в РАНХИКС, она доступна для любого человека. Единственное, мы все-таки планируем провести обучение желающих, чтобы человек понимал, что он делает, как это нужно делать, что является нарушением, что не является нарушением. Поэтому никаких ограничений в данном вопросе мы не видим. Механизм голосования мобильный избиратель, который фактически заменил или стал более популярным, нежели открепительные удостоверения, он на этих выборах действовать будет? Будет. На губернаторских выборах он будет действовать. Вот это оговорка. Она о том, что на параллельных компаниях... То есть, у тебя два бюллетеня, грубо говоря. И если вдруг ты хочешь голосовать на соседнем участке, второй не получишь. Нет, если человек, который принимает участие в муниципальных выборах, и он перемещается в рамках своего избирательного участка, то он получит два бюллетеня. Если же житель города Александрово хочет проголосовать на выборы губернатора в городе Владимире, то он получит только один бюллетень. Для реализации механизма нужна регистрация на госуслугах, мобильник, или в этот раз как-то попроще? Для того, чтобы реализовать свое активное избирательное право и сменить избирательный участок на тот, на котором удобнее проголосовать, нужно желание в первую очередь. Если это желание есть, то один механизм, который вы рассказали, это госуслуги. Самый востребованный, самый популярный, потому что он самым простым является. Если же у кого-то возникают проблемы с доступом к интернету, либо хочется по старинке, то с 25 июля можно прийти либо в МФЦ, либо в любую территориальную избирательную комиссию и подать свое заявление. А за 10 дней до дня голосования, 31 августа, можно прийти в любую участковую избирательную комиссию, точно так же подать заявление, и это заявление будет отработано, и проголосовать можно именно на том участке, который вы выбрали. Сам механизм, понятный и привычный, открепительных удостоверений, он существует? Нет. Вот, если вы помните, для того, чтобы получить открепительное удостоверение, нужно было прийти непосредственно на свой избирательный участок. Сейчас эти границы стерты, и подать заявление можно где угодно. Участковая избирательная комиссия, подчеркиваю, любая, любая территориальная избирательная комиссия, любой МФЦ и портал госуслуг. Смена механизма, это следствие прогресса или критики? Нет. Дело в том, что когда в 2016 году впервые начала рабочая группа обсуждать данный вопрос, уже было понятно, что те новые возможности, которые появились, и технологические, и юридические, они дают возможность упростить данную процедуру. И в основу вот этого принципа мобильного избирателя был заложен принцип «голосовать легко». Так может быть сделать еще проще и избежать рисков пандемии, и голосовать легко с мобильного? Я думаю, что это следующие этапы, когда мы в прошлом году с вами встречались, подводя итоги кампании, я говорил о том, что я надеюсь, что в следующем летом у нас будет такая возможность, но, увы, этого не случилось, но, тем не менее, надежды не теряю. Все равно за этим будущее. Если не секрет, слишком маленький регион для того, чтобы так пробовать? Или еще не все механизмы отлажены, чтобы стать, например, пилотным? Я не берусь судить, что именно легло в основу данного решения, но я знаю то, что прогресс остановить нельзя. Еще одна примета выборов последних лет, мы, собственно, о ней и говорим, это технические новшества, это тот самый прогресс. В частности, комплексы обработки бюллетеней, хотя их новшеством, наверное, уже и не назовешь. Да, и лет 10 уже, да? 12. 12. Наверное, часть избирателей приходила просто познакомиться с новинками, точнее, с новинками, потому что две разновидности, КАИБы и КЭГи, не все вспомнят, как расшифровываются, но так попытаюсь эти буквы разобрать. Комплекс обработки избирательных бюллетеней. КЭГ, соответственно, комплекс электронного голосования. А в этом году что-то из них будет, и почему вот это будет, а это не будет? Увы, КЭГ мне нравится больше. Причем даже вот чисто философия, которая заложена в КЭГе, она более передовая, более прогрессивная. Но, увы, КЭГ в том виде, в котором мы его использовали на последних выборах, он морально устарел еще даже до того, как был реализован в железе. Это были разработки конца 90-х годов, реализация на элементной базе начала нулевых. И если вы помните вот эти вот устройства, которые выполняли функцию современного планшета, они морально устарели. КАИБы более привычный вариант, и, как говорят наши коллеги из политических партий, все-таки наличие бюллетеня, который в случае необходимости можно пересчитать. Ну, они это считают, что некой гарантией безопасности и еще одним из элементов прозрачности избирательного процесса. Мы используем 60 КАИБ-2010, это модель 2010 года. На удивление, они себя очень хорошо зарекомендовали при проведении выборов в Государственную Думу. Они у нас были в Коврове, поэтому мы решили в этом году в Коврове их оставить. Из 64 участков в Коврове на 54 будут голосовать как раз вот с помощью КАИБов. Это наиболее крупные участки. А 6 комплексов у нас уедут в Радужный, там всего 6 участков. И на всех этих участках буду голосовать с помощью КАИБ. Ну, Радужный, мне кажется, заслужил это, потому что в 9-м году... Это не первый эксперимент, да? Да, в 9-м году именно в Радужном проходил эксперимент по голосованию с помощью мобильных телефонов. Параллельному голосованию. То есть, получается, из Радуги и Коврова результаты придут чуть раньше. У нас звонок на линии. Добрый вечер, вы уже в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, у меня вот старый телефон кнопочный. Я всегда в возрасте человек. У меня на дом приходили, голосовали, да? А как вот я теперь смогу сейчас этот раз оформить, чтобы ко мне тоже на дом пришли, проголосовали? Спасибо. Хороший вопрос. Процедура не изменилась. Для того, чтобы проголосовать вне помещения для голосования, нужно обратиться либо в территориальную избирательную комиссию, либо в свою участковую избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия у нас начинает работать с 31 августа. Поэтому информация о вашем участке, мы не планируем менять какие-то избирательные участки. Тот участок, где вы голосуете, вы звоните туда, оставляете заявку. Если нет возможности позвонить, вы можете попросить кого-то из твоих друзей, знакомых, соседей, для того, чтобы они дошли до этого избирательного участка, от вашего имени написали эту заявку. И в один из дней голосования комиссия к вам придет, и вы сумеете проголосовать. Спасибо большое. Оставляйте ваши вопросы, звоните. Вадим Александрович, вот что касается выборов и наблюдения за ними. Вообще выборы без наблюдения у нас не считаются предвзятыми или честными, непредвзятыми. Есть камеры, есть наблюдатели, есть знания, которыми наблюдатель должен быть вооружен. Вы уже отметили, что действительно их будут обучать. Кто и как проводит или будет проводить это наблюдение, это обучение, будет ли делать это централизованно областной избирательной комиссией? Или это вообще задача избирательных штабов? Там каждый, кто во что гораст, и кто как умен, тот так и научит. Это наша общая задача. И избирательных объединений, и кандидатов, и избирательных комиссий. Очень интересный эксперимент. Лет шесть назад мы собрались в гостинице «Золотое кольцо». Первая встреча, наверное, часов шесть, если не больше длилась, когда мы поэтапно, шаг за шагом, вместе с организаторами наблюдения из избирательных объединений, региональных отделений политических партий, проходили весь процесс, начиная от дня предшествующему голосованию и заканчивая уже процедурой подсчета голосов. Мы двигались дальше только после того, как мы приходили к консенсусу, что да, вот в данной ситуации необходимо поступать так. Эту работу мы продолжаем. На этой кампании ориентировочно либо во вторник, либо в пятницу предыдущей недели мы будем организовывать такое же мероприятие. Кроме того, уже на протяжении последних трех лет избирательная комиссия на базе студентов юридических факультетов РАНХИКСа и университета готовит наблюдателей. Ребята совершенно разные, совершенно разных политических воззрений, совершенно разные идеологии, но они специалисты, они имеют хорошую базу, они имеют подготовку. И вот те дополнительные знания, которые мы им предлагаем, они позволяют им грамотно, профессионально наблюдать на выборах. Опыт у них уже есть. Это были выборы в горсовет в городе Владимире, в прошлом году это были выборы депутатов Государственной думы. Кроме того, в прошлом году совместно с общественной палатой мы помогли в подготовке где-то порядка трех тысяч наблюдателей. И сейчас у нас есть желание эту работу продолжить. Явка. Вопрос для области непростой. Чем выше избирательная компания, то есть чем выше уровень того, кого выбирают, явка, конечно, выше, но все равно не запредельная. Увы. Опять вернусь к лету. Кажется, что это действительно один из факторов того, чтобы найти массу причин и не прийти на выборы. Насколько принципиально здесь тайная цифра явки или сколько пришло и делегировало своего кандидата в губернатор или в Совет? Если бы все зависело только от времени года, это было самым простым решением проблемы. Но если мы возьмем цифры и сравним их, то те результаты, которые мы показывали на выборах, которые проводили в марте месяце, они не очень сильно отличаются от тех результатов, которые проходят сейчас в этот период, потому что зимой, во время непогоды, во время слякоти, во время распутин, можно найти не меньше причин для того, чтобы не ходить на избирательный участок. Надо менять психологию. Все-таки основная причина, она кроется где-то глубоко. Я уже давно обращаюсь к нашим коллегам из научной среды с предложением. Давайте мы все-таки посмотрим. Для того, чтобы болезнь лечить, надо знать, что это за болезнь. Почему? В чем причина того, что у нас в соседней Ивановской области, если мы будем сравнивать с тем же Брянском и Белгородом, недалеко по большому счету 500 километров каких-то, но там явка за 60, у нас явка чуть выше 30-40%. Эта проблема, проблема серьезная, ей нужно заниматься, ей нужно заниматься всем. Я всегда говорю о том, что только избирательные комиссии никогда не смогут поднять электоральную активность. Это должны делать журналисты, рассказывая о процедуре голосования, причем не только о интересных для вас моментах, а о какой-то повседневной жизни, в том числе избирательных комиссий. Это должны делать органы государственной власти, органы местного самоуправления, в силу своих возможностей, не оборачиваясь и не озираясь на те, как бы это вот помягче сказать, разные звуки, которые издают недовольные люди. Недовольные были, есть и будут всегда. Есть деревья, в которой люди хотят проголосовать. Администрация организует подвоз этих людей на избирательный участок. Что делают некоторые наши коллеги, кричат, а для того, чтобы люди проголосовали за конкретного кандидата, их везут. О том, что людей везут для того, чтобы они реализовали свое активное избирательное право, и органы местного самоуправления выполняют ту функцию, которую они должны выполнять, почему-то забываются. Хотя, когда это нужно, зеркальная совершенная реакция, да как вы так можете. Поэтому проблема, она многогранная, проблема многоплановая. Ей нужно заниматься, и заниматься серьезно. День тишины. Если день голосования один, день тишины один. Если дня голосования три... День дня тишины нет. А почему? Дело в том, что... Ну, день тишины, я всегда к нему относился, как к некому анахронизму. Он появился у нас, как некая калька с зарубежного опыта в 90-х годах. Функционально, если посмотреть, то даже в ту доцифровую эпоху, все равно каждый кандидат считал своим долгом в субботу что-то втихую захинуть там в ящики для голосования, где-то повесить свои агитационные материалы. цифра, ну, она вообще... Вот это вот понятие день тишины, она его удалила и уничтожила. В интернете молчать и сидеть тихо, в принципе, невозможно. А утро? Идешь ты на избавительное участие, который вдруг... Увы, мы в прошлом году столкнулись с ситуацией, когда и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье некоторые кандидаты позволяли себе на зарубежных площадках, соцсетей напрямую голосовать, призывать, придите, проголосуйте. Поэтому я считаю, что все-таки день тишины — это некий анахронизм. И то, что его нет при процедуре трехдневного голосования, это правильно. Для того, чтобы сделать выбор, у человека есть весь период избирательной кампании. Конкретный период после того, как стало известно о тех кандидатах, которые примут участие в избирательном процессе, один день он здесь ни на что не повлияет. Вадим Саныч, увидимся через эти три дня, видимо. Подводя возможные здесь результаты. До свидания. До свидания. На сегодня все. Завтра на прямую линию с нами и Центром управления регионом выходит Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля. О грядущем юбилее и не только в открытом разговоре, где каждый из вас сможет задать вопрос. Прямо сейчас в соцсетях или завтра в эфире по телефону. До встречи.